Тотихонечко. Камера включается. Я включаю камеру. Я запускаю у себя запись. Камера из нескольких сторон, да, камера? Да. У меня запись ещё идёт. Хорошо. Сейчас. Осталось включить камеру, которая за нами смотрит. И всё. Да, не переживайте. Все ходи записаны. Все ходи записаны, да. То есть каждое слово будет. Так. Ладно. Так, включил? Я включил, да. Запись идёт. Камера и маржурство. Готовы? Да, мы абсолютно готовы. Да, всё. Всё. Можно начинать. Александр Ильич, вы готовы? Да. Так что, Канигер, мы наконец поставим. Сейчас мы начинаем наше заседание. Значит, уважаемые Каниги, мы начинаем заседание диссердационного совета «ФАНК-0102-0.002» в составе председателя диссердационного совета Петров Игорь Борисович, зампредседателя диссердационного совета Егоров Иван Владимирович, четыре совета Копьёв Виктор Фениксович, русский Александр Ильич, Александр Ильич, Александр Ильич, Александр Николаевич. Значит, защищает диссертацию «ФАНК-ТЕМА-ФАНК», «Тема некакой задачи теории сильного и гаско-невярского взаимодействия». Диссертация представлена на СССР кандидат за физико-математическую науку по специальности «0102.05» «Механика жидкости газа и класса». Ведущая организация «Федеральное государственное бюджетное учреждение науки инициативу теоретической и педагоговой механики имени Христиан-Любища Сибирского отделения Российской академии науки. И это правило Саварова». Научный руководитель Липатов Игорь Иванович, доктор физико-математического, профессор, член председателя Российской академии науки, начальник отдела гипнозвуковой академии динамики Федерального государственного инициативного предприятия Центральный аэробиологический институт имени профессора Жуковского. Ну вот, слово передаю ученым четвером, Александр Ильич. Здравствуйте. По положению я должен быстро зачитать все документы, описание всех документов, которые были получены. Так, таким образом, соискателем при подаче документов были предоставлены диссертации, опубликованы 14 мая 2020 года. Автор реферат опубликован 14 мая 2020 года. Отзыв научного руководителя Липатова Игоря Ивановича, доктора физико-математических наук, профессора, член корреспондента Российской академии наук, начальника отдела гипнозвуковой аэродинамики Федерального государственного инициативного предприятия Центральный аэродинамический институт имени профессора Жуковского. Заключение организации, где проводился ПРОВАЦА, это Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Московский физико-технический институт национальный исследовательский институт. Также было предоставлено два отзыва. Первый отзыв предоставил Горелов Сергей Львович, доктор физико-математических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Федерального государственного инициативного предприятия Центрального аэродинамического института имени профессора Жуковского. Второй отзыв предоставил Воронеж Иван Викторович, кандидат физико-математических наук, руководитель направления департамента механики полета НИО, аэродинамики филиала «Пригональные самолеты ПАУ» корпорации ИКУТ. Также будет предоставлен диплом об окончании аспирантуры Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Московской физико-технической института. Университет. Справка с датчиком кандидатских экзаменов, по которой иностранный язык сдана с оценкой отлично, история философия науки по физико-математическим наукам сдана с оценкой отлично, механика жидкости из газа и плазмы физико-математической науки сдана отлично, ну, по специальности. Документы были предоставлены и опубликованы на сайте МФТИ в срок и соответствуют требованиям положения по осуждению ученых степени кандидата наук доктора наук МФТИ. Далее, диссертация ФАНХЕМФАМА принята в защите протокола в голосовании Экспертного совета по физико-математическим наукам и дистанционной комиссии МФТИ номер ФМ 2020-2016 13 мая 2020 года На сайте опубликованы следующие письменные заключения по содержанию диссертации, которые были подготовлены членами диссертационного совета. Первое заключение от Петрова Игоря Борисовича, председателя диссертационного совета, заведующего капиталом доктора физико-математического профессора, член-корреспондента Российской Академии наук, заведующего капиталом вычислительной физики Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Московский физико-технический институт в КОП, как национальный исследовательский университет. Второе заключение было опубликовано и неподготовлено Офицом Александром Николаевичем, доктором физико-математических наук, профессором заведующего лабораторией механики многофандных Фред, научно-исследовательского института механики Московского государственного университета им. Ломоносова. Третье заключение предоставлено Игорловым Иваном Владимировичем, доктором физико-математических наук, профессора федерального Государственного Устанужного Обосновательного Учреждения Высшего Оборнования Московского Питихо-Технического Института, СКОПЕ, Национальный исследовательский университет, член корреспондента Российской Академии Наук. Четвертое заключение предоставлено Копионом Виктором Феликсовичем, доктором физико-математических наук профессоров, начальником отделения Федерального Государственного Инкdot программа с ТАГС们, Луцким Александром Евгеньевичем, доктором физико-математических наук, главным научным сотрудником Федеральное государственное учреждение, Федеральный Северский Центр Институт Прикладной Математики имени Мститовов Селудовщик и Алжедыша Российской Академии Наук. Выставление по существованию. Так, хорошо. Значит, теперь теперь... Выставление по существованию. Ну, выступление нашего претендента, пожалуйста. Сиди, говорите, пожалуйста. Уважаемые председатели и члены интернационного совета, уважаемые коллеги, меня зовут Амбан Хен, мой научный руководитель, доктор физико-математических наук, профессор, член корреспондент РАН и базов Ир Иванович. Моя тема-презентация. Некоторые задачи теории сынного бедского и небеского ведомодействия. Данная презентация содержит общую характеристику работы при главе заключения в список опубликованных работ. Актуальность темы исследования заключается в том, что, во-первых, в настоящее время важной и малоизученной задачей является исследование ведомодействия угробной панели со сверхгруповым потоком веского газа в условиях лаканного сынового ведомодействия, что делает актуальным исследованием панельного флага в данной установке. Во-вторых, эффекты передачи возмущения играют важный рост в задачах восприимчивости и устойчивости, однако обычно они не принимаются во внимание. Игнорирование эффектов распространения возмущения в объех по потоку может приводить к качественно неправильным результатам. Целая задача работы – исследование панельного флага в условиях лаканного сынового ведомодействия, изучение процесса передачи возмущения давления в объех по потоку при различных возмущениях донного давления, исследование влияния уменьшения температурного фактора на аэродромодинамистические характеристики сечения в объехе обтеканного тела. Научная нагрузка представлена следующими положениями. Формулировка задачи панельного флага, численные результаты в линейном и нелинейном режимах, формулировка задачи передачи возмущения давления в нестационарной установке, численные результаты при различных условиях изменения донного давления, исследование влияния температурного фактора на амплитуду возмущения, формулировка Administ backs hypothesis должны поднять itation давления во стационарной установке, результаты вычисления в историях, уменьшение и разрывного изменения температурного фактора. Теоретическая и практическая ценность заключается в том, что исследование закономерности распространения возмущения позволяет не только описать их, но и предлагать способы управления. Понимание процесса в изомонтизии углубой панели со субъективно-звуковым потоком ясного газа, что важно при проектировании летательных аппаратов. Основное положение, выносимое на защиту, постановка задачи панельного флата, числение результатов в линейном и нелинейном режимах, постановка задачи передачи возмущения топления в нестационарной установке, результаты вычисления при различных возмущениях донного топления, исследование влияния температурных факторов на амплитуду возмущения, постановка задачи передачи возмущения топления в стационарной установке, численные результаты в различных условиях распределения тематурных факторов. Результаты данной работы докладывались на фосероссийских научных конференциях ФТИ и на международной конференциях по прикладной механике. По теме исследования опубликовано восемь печатных работ, шесть из которых входят в список рекомендованных факторов или в базу данных скокус. В первой главе, при проведении обзора литературы, просмотрены работы Доуэлла, Веденеева и других актеров. В данной главе, просмотрены умершие панели флаттера при видеомодействии упругой панели с потоком ветвого газа. Просмотрена упругая пластина, которая отвлекается от одной стороны сверху звуковым потоком ветвого газа, а с другой стороны расслабоится. С помощью асинтетических методов уравнения Чиры Кармана получена система уравнения 1.1 с ограниченной и начальными условиями 1.2 Д – это цилиндрическая жесткость пластины, и М – это начисление пластины. В линейной задаче на бесконечной гибкой пластины возмущение отношений по охранительным слоям и пробив пластины представляются в виде сумм малых и лучших волнов. И с помощью секторанного метода выявлено, что существуют неустойкие линейные муты при некоторых ванных чисел, и при этом неустойкие линейные муты длинных волнов нарастают из 3, чем неустойкие линейные муты коротких волнов. Для решения нелинейных задачи использованный метод конечных красностей 3-го и 4-го порядка точности, метод рунгайкута 2-го порядка точности, показано, что шаги дискретизации dx равен 002, dt равен 12-4 степени обеспечивают необходимую точность решения данной задачи, поэтому использованы эти шаги дискретизации для дальнейших расчетов. При разложении колебаний по нормальным мутам получены нормальные муты и их нормализированная энергия. При DR-10 обнаружены 3 головные муты, а при DR-10-3 степени обнаружены 8 головных мут, что эти муты и содержат 99% энергии всех мут. Смертные колебания количества головных мут и фазовые портреты показывают, что при уменьшении цилиндрической жесткости колебания пластины станет более сложным из-за нелинейности системы. При DR-10-2-3 степени с помощью метода рунговного галеркина можно привести уравнение колебаний пластины к системе обновленных превенциальных уравнений. Для первой муты получены приближенные уравнения типа билбинга и обнаруженные соотношения чистот гармонии первой муты 1-3 из-за кублической нелинейности уравнения типа билбинга и соотношения чистот гармонии первых двух гласных мут 1-3-5-7-9-11. Во второй главе при проведении обзора литературы рассмотрены работы Нейланда, Липатова и Дукина. В данной главе рассмотрена задача распространения возмущения в двумерном нестационарном режиме в условиях сильного веско-невеского водомодействия. Рассмотрены нестационарные оттекания плоской поверхности и безруковым потоком веского газа, расположенные под нулевым углом от арке к набегающему потоку. Число махов далеко и условия сильного водомодействия имеет вместо знаки M-на-тау много больше единицы. В битал это безразмерное, страшно пограниченное слое. С помощью асинтетических методов замены традиционной лиза и преддельного перехода 2.1 получена система уравнения 2.2 с ограниченными и начальными условиями 2.3. Для выполнения единственности решения данной задачи в этом случае заданное другое отопление на задней кромке пластины. Для решения данной задачи использованы методы конечных красных сетей 2-го порядка точности по ИКСУ, схема 6-го порядка точности по ИКУ и метод Кранга-Никкенсена 2-го порядка точности по Т. Так что вычисляется методом гетеррирования более 6-го порядка точности вместо метода Синсена. Из-за сильного взаимодействия поле давления заранее неизвестно, поэтому применима глобальная итерационная процедура для определения поле давления на каждом шаге по времени. Показано, что шаги дискредитации ДИКС равен 0,025, ДИКС равен 0,025, ДИКС равен 0,025, ДИКС равен 0,025, обеспечивает необходимую точность решения данной задачи. Поэтому использованы эти шаги дискредитации для дальнейших расчетов. В случае одночастотного колебания дона давления обнаружены из-за двига фаз передачи возмущения и за конечности скорости передачи возмущения. Эта скорость вычисляется по модифицированным итералу Пирсена. Также обнаружен двиг фаз при сравнении от целограмм трения и теплового потока в различных точках на пластине. При увеличении частоты колебания донного давления обнаружено большие запасы двойного фазы и показано, что распределение давления оказывается в противофазе с распределением трения на поверхности аптекального тела. В случае многочастотного колебания дона давления кроме гласных гармоник обнаружены еще другие вторичные гармоники, частоты которых являются линейные комбинации частот гласных гармоник. Подъявление новых гармоник является результатом взаимодействия гласных гармоник между собой. Например, при взаимодействии между первой и второй гармониками возникают новые гармоники, частоты которых разны F2 плюс и минус F1. Также показано, что гармоники с более высокой частотой быстрее теряют энергию, чем гармоники с более низкой частотой при их распространении вверх по потоку. При разложении колебаний по нормальным модам получены четыре нормальные моды и при этом вторая, третья, четвертая моды показывает процесс придачи возмущения в вверх по потоку. А при разложении колебаний по динамическим модам обнаружен предземленный цикл и фазовый портрет при иксерах на 0,95 также подтверждает это обнаружение. В случае внезапного изменения частот гласных гармоник при образовании F3 не может показаться гласные гармоники и колебания, а с помощью ввелет при образовании выявлено, что в промежутках времени от 0 до 5 и от 5 до 10 колебания содержат разные гармоники, поэтому необходимо применить при образовании фурия для каждого в промежутках времени от зены. Показано, что при уменьшении температурного фактора амплитуда возмущения также уменьшается. Это объясняется тем, что температурный фактор разняется соотношением температуры поверхности к температуре торможения и уменьшение температурного фактора приводит к уменьшению отношений в вытеснении пограничных слоях и соответствующему уменьшению отношений до звуковой зоны. В результате уменьшается амплитудное возмущение. В третьей граве рассмотрено влияние уменьшения температурного фактора на аэротерромодинамические характеристики течения по великим отекарного тела. В этом случае дронное давление практически не меняется, а основное течение стационарно. Показано, что при уменьшении температурного фактора до нуля скорость и передачи возмущения также уменьшается до нуля. Это так называемый эффект блокировки передачи возмущения. Поэтому можно охлаждать участок поверхности для упражнения передачи возмущения. В случае внезапного уменьшения температурного фактора на участке от 025 до 05 обнаружены внезапные уменьшения скорости передачи возмущения, пиковые тепловые нагрузки и резко изменяют длины на поверхности отекарного тела. Если участок внезапного уменьшения температурного фактора это х1,5 до 1, то кроме вышеуказанного сцепления обнаружено еще появление обратного течения на задней кромке пластины при уменьшении температурного фактора до определенной величины. По результатам данной работы созданы следующие выводы. Во-первых, при линейном режиме существуют неустойчивые линейные модели для некоторых плановых чисел и при этом неустойчивые линейные модели для длинных волн нарастают быстрее, чем неустойчивые линейные модели для коротких волн. При нелинейном режиме обнаружены соотношения чистот гармоник 1 модель 1,3 и закупительской нелинейности уравнения типа дилфинга и соотношения чистот гармоник 1-2 гласных мод 1,3,5,7,9,11. Во второй глади, при исследовании распространения возмущения в обеих по потоку, обнаружено явление двига фаз передачи возмущения. Также показано нелинейное взаимодействие между гармониками колебания. При этом, кроме властных гармоник, появляются еще другие вторичные гармоники, частоты которых являются линейными комбинациями частот властных гармоник. Также показано, что при уменьшении температурного фактора амплитуда возмущения также уменьшается. В третьем глади показано, что при уменьшении температурного фактора до нуля, скорость передачи возмущения также уменьшается до нуля. Это так называемые эффекты блокировки передачи возмущения, поэтому можно охлаждать участок поверхности для управления передачей возмущения. В случае разрывного распределения температурного фактора обнаружены пиковые тепловые нагрузки и резкое изменение зрения на поверхности обтекаемого тела. По теме исследования опубликовано 8 печальных работ, 6 из которых входят в список в рекомендованный ВАКС или в базу данных Скобус. Здравствуйте. Сейчас нужно наш искатель отметить на вопросы из отзывов, заключений и других документов, которые были получены. Петров Игорь Борисович сделал следующее замечание. В качестве замечания следует сказать о необходимости определения точности и применимости используемых моделей течений. Что Вы скажете потом? Точность и применимость результатов и определяется точностью и применимость модели сильного взаимодействия можно смотреть в книгу Хейда и Прустина. Показано, что расхождение между теорией и экспериментом не выходит за пределы расспроса экспериментальных данных. ФИГБС. Хорошо. Александр Николаевич задал следующие два вопроса. Почему Вы подчеркиваете, что в диссертации рассматриваются именно гиперзвуковые течения? Какая часть полученных результатов с пармитива и приумеренных сверхзвуковых рандских отряд потока? Первый вопрос. В книге Хейда и Прустина при сильном взаимодействии параметры подобия ФИ значительно больше единицы или число Маха в кубе умножить на местное число Ренонса в степени минус 1 в 2 много больше единицы. Поэтому число Маха велико или именно в диссертации рассматриваются гиперзвуковые течения? Александр Николаевич, вы удовлетворены? Ответом, да, все-таки внули положительно. Хорошо. А второй вопрос. А, нет, но есть два подрядчика вопроса. Да, да, да. Применимость для сверхзвуковых течения проблем очевидна, поскольку в этой диссертации рассматриваются именно режимы сильного взаимодействия при гиперзвуковых скоростях. Александр Николаевич, вы удовлетворены ответы? В общем, удовлетворены ответы. Спасибо большое. Так, Егор Иван Владимирович задал следующее замечание. Недостатком работы является то, что при решении поставленной задачи используется автомодельное уравнение, не учитывающее сильного вязко-невязкого взаимодействия. Согласен с замечанием. Ага. Иван Владимирович, вы удовлетворены ответы? Ну, конечно, Раскут согласился. Спасибо. А также от Ивана Владимировича... Я веду тебя бы. Да. А от Ивана Владимировича следующее замечание. В названии диссертационной работы следовало бы включить упоминание Барро Пухольский. А, ну, согласен. Так, согласен диссертацию. Я думаю, вы удовлетворены. Да. Теперь, Копьер Виктор Пеликсович сделал следующее замечание. В работе уделено недостаточное внимание сравнению численных результатов полученных диссертантов с численными экспериментальными данными других авторов. Действительно, аналогичных работ либо мало, либо их нет вообще. Попытки провести экспериментальную проверку сделаны в ИТПН СУРАН, но при этом требуются специальные установки и методы измерения. Виктор Пеликсович, вы удовлетворены ответом диссертанта? Да, вполне. Спасибо большое. Так, Луцкий Александр Евгеньевич сделал следующие два замечания. Первое. В диссертации содержится обзор работ других авторов как по панельному флату, так и по распространению возмущений в пограничном слое. По-видимому, вполне возможно было бы провести сопоставление результатов диссертации с данными других авторов. Если не количественное, то хотя бы качественное сравнение. Согласен с Ордовом. Предлагается провести такое сравнение в будущем. Так, Александр Евгеньевич, вы удовлетворены ответом? Да. Хорошо. И следующее замечание. Следовало бы расширить обзор по влиянию температурного фактора на характеристики пограничного слоя в скобках. Смотрено, например, А.В. Казаков, М.Н. Коган, А.В. Курячий, влияние теплопизических свойств обтекаемого тела на трене теплопередачи при локальном подводе тепла в тупо-летний пограничный слой. Статья о теплопизике высоких температур 1997 года на странице 61-66. И О.Б.Ларин, А.Б.А.Лерин, отрыв ламинарного сверхзвуково-пограничного слоя с источником энерговиделения. Статья опубликована в письмах в журнале технической физики 2008 года, том-то 4, выпуск 5. Скобка закрывается. И сопоставить с полученными данными в диссертации, ну, полученными в диссертации результатами. Так же предлагается провести такое сравнение в будущем? Ага. Первый вопрос. Недостаточно объяснено наличие соотношения частот гармонии двух первых мод колебаний в обе панели? Ну, это предлагается более грубой анализ в будущем. А, в будущем предлагаете, да, провести? Да. А, в будущем, я понимаю, что гармонические анализы предлагаете провести, да? В дальнейшем. А, я понимаю, что гармонические анализы предлагаете провести? Да. В дальнейшем. Прив adapt. Парк. То есть, Игорь Борисович, можно выделить? Понимаю. Хорошо, Игорь Борисович. Наличие грамматических и стилистических ошибок. Это тот согласится со своей проблемой. Правильно? Вот. Далее. У нас есть замечания еще из двух отзывов. Первый от Горелова Сергея Львовича. Во второй и третих главах автора диссертации не рассмотрен случаи, когда угол Атаки отвечает в гулях? Участь в влиянии угла атаки можно регулярным образом, поэтому обращаем результаты для нулевого угла атаки. Игорь Борисович, Владимир Борисович, ответ. Хорошо. Сергей Леонидович, да? И следующий. Автор использовал малое количество источников для проведения обзора литературы для проблем исследованных главах 2 и 3. Обзор литературы действительно должен быть расширен. Игорь Борисович, согласитесь. Следующее замечание. От Воронича Ивана Викторовича. Недостаточно ясно объяснено соотношение частот гармонии двух первых мод колебаний у полгой панели. Требуется дальнейший анализ колебания пластины. Колебания пластины. Это гармонический анализ, да? Да. Четыртойнодцевая, это наличие грамматической кирпетитки. Требуется вступитель. Просто. Никто не звонит. Так. Сейчас научилка надо пригласить. Игорь Иванович, включите, пожалуйста, микрофон. Да, он выключил микрофон. Да, коллеги, я думаю, что я знаю, что я скажу несколько слов, характеризуя заявление. Он действительно учился в нашей пистеке, начиная, говорится, с первого курса и в аспиратуре, и проявил вообще удивительные совершенно способности. Я приведу только несколько примеров. Один из примеров, я недавно разговаривал с кафедрой математики Черняева, Александр Петрович. Он мне говорит, из всей группы, когда нужно было решить самую сложную задачу, я уже Валхиева. Я давал ему задачу из задачи Кадемидовича, и он ее в момент, вообще говоря, решал. Но это производило неплохое впечатление и на наших студентов. Со своей стороны, я ему при обучении его в магистратуре дал некую задачу, где, в общем-то, неясны были методы численного интегрирования, у меня там была специфическая постановка, и я сказал, так как я не являюсь таким специалистом, крупным обучением учительной механики. Ты, пожалуйста, походи на лекции. И там у нас все-таки на факультете Толстый, читал лекции Иванович Егоров, другие люди. Но он пошел другим путем. Он взял курс Центрского университета через, ну, в водородном доступе, выполнил задания и получил от них сертифицированный типлом человека окончившего Центра. Вот, и это вообще произвело на меня глубокое впечатление. Что же касается асферантуры, я не буду здесь много говорить, но он удивительно меня спрашивал, а нет ли еще каких-то, значит, аналог задать? Ну, я говорю, конечно, есть, но давай вот ограничиваемся тем, что есть. Так что я считаю, он вполне заслуживает присутствие и с полной степени, и проявил совершенно незаварядные способности. Так что я призываю учебного совета проголосовать за него. Спасибо. Здравствуйте. Заключите, пожалуйста. Да. Так. Спасибо, Игорь Иванович. Теперь, нужно отметить, что в поступивших отзывах отмечено, что замечание не снижает научную и практическую ценность работы и не ставит под сомнение полученные результаты. Поскольку все поступившие отзывы положительные, вопросы были оглашены заранее, с разрешением членов диссертационного совета, зачитаю выводы от отраженных отзывов. Теперь, было и заключение организаций, где проводилась апробация. Это федеральное государственное автономно-образовательное учреждение высшего образования Московского физико-технического института, национального исследовательского университета, за подписью Гайкулина Александра Марксовича, доктора физико-математических научных корреспондента РАН, заведующего капиталом теоретической подкладной энергии механики МФТИ, утвержденного проектором по научной работе программам развития Баганом Виталия Монаторича. Там отмечено, что диссертация «Некоторые задачи чтёры сильного вязко-невязкого взаимодействия ПАМА и ВАНОХЕМА» рекомендуется в защите на соцсетании учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 0.1 и 0.5 механика жидкости газа и плазмы. Далее. Отзыв ведущей организации. Это Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической подкладной механики имени Христиановича Сибирского отделения Российской Академии наук ИТПФ СОРАН. Подписан главным научным сотрудником Лабораторией проблем управления газодинамическими чтениями Доктором физико-математических наук Масловым АА и заведующим Лабораторией проблем управления газодинамическими течениями кандидата физико-математических наук Сидаренко АА и утверждена директором доктора физико-математических наук член-герспондентом Российской Академии наук Шиплюков. По мнению ведущей организации, дисциплинационная работа ПАМПА и ЕМ по теме некоторых задач теории сильного вязко-невязкого взаимодействия представляет собой завершенное научное исследование, содержит значительные научные результаты, удовлетворяет требованиям, предъявляемым в кандидатских диссертациях согласно пунктам 9-14 положением присуждения ученых степеней утвержденного в постановлении правительства РФ 24 сентября 2013 года номер 842 и положением присуждения ученых степеней кандидата доктора Нука ФТИ на основании сложенного ПАМПА ВАНГХЕМ заслуживает присуждение ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 010205 механика жидкости, газа и плазмы Пожалуйста, дополнительные вопросы У меня есть вопросы Можно? Хорошо, давайте Да Алло Слышим? Слышим Слышим Значит, вот я пока слушал доклад диссертанта у меня несколько вопросов возникло Первый такой Вот в начале, когда вы там формулировали на слайдах постановки основные результаты вы использовали слово стационарные и нестационарные установки По-видимому, вы имели ввиду постановки А установки? Установки Установки или постановки Я так понял, что все-таки постановки 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 Да Да Постановки Там описывается Стационарные и нестационарные постановки задач А то это немножко Да Это надо посмотреть Вот в заключениях Там может быть тоже Ну Где-нибудь Встречается Теперь вот насчет взятка-неядского взаимодействия Вот У меня все-таки осталось неполное понимание того Во-первых, где это учтено в первой части работы В первой главе Вот задача о флатере Какая часть там Какие плены в уравнении флатера Отвечают за вязко-невязкое взаимодействие И хотелось бы услышать как физическое объяснение Каким образом все-таки при больших сверхзвуковых скоростях Этка-неядское взаимодействие может повлиять на флату Как это проявляется Для этого же нужно сильно перераспределить давление Вот колебания пластины в ходе только распределения давления по поверхности Значит пограничный слой тонкий Должен так изменить распределение давления во внешнем потоке Чтобы это в свою очередь повлияло на постановку задачи о флатере Вот где это в уравнении И третий вопрос такой Вот когда вы рассматривали быстро изменяющийся температурный фактор Там вообще у вас разрывный температурный фактор в качестве примера Вот вопрос возникает А область применимости симпатических постановок задач Не влияет ли такое разрывное ограниченное условие На то что нужно всю симпатическую задачу переформулировать? Вот я четко сформулировал вопрос Вам понятен вопрос Да, более-менее понятно Первое главное При сильном водомоделе Для сильного водомоделя использованы уравнения днтп Дрожняется минус ДА под Х плюс ДВ под Х ДВДА у нас безразмерная толщина пограничного слоя Возвязываем знак минус ДВДА под Х И днтп Это прогиб пластины Если в невязком случае То днтп Равняется тонко ДВД под Х А в нашем случае мы добавим что там минус ДА под Х А этот член он велик или вот на сколько он мало так сказать или великий? ДА под Х и ДВВ под Х малы Ну в этом случае То есть они должны быть одного порядка так сказать Ну примерно они должны быть Это именно так при больших сверхзвуковых скоростях так сказать? Вывод такой из вашей работы Да, в нашей работе А про температурный фактор когда он разрывный? А-а-а Не повлияет ли это вообще на всю асимстатическую постановку задачи? Не будет ли эта область Ну изменять там давление на большой области вокруг? Не сильно ли это изменит внешние значения? Вот третья глава Это Тибатурный факт уменьшается на некоторой определенной На некоторой определенной уровне Это значит При уменьшении температурного факта Да, определенной величины И Производный там бесконечный, правильно? Там производность становится бесконечной Если разрыв граничных условий Типовой поток там наверно очень большой, да? Да, наверное потока тепла Вот это не повлиять ли на распределение давления По нормальному Оценки такие вы проводили? Или Ну, к сожалению, я не проводил такой оценки Хорошо Да Можно я, коллеги, комментарий к этому вопросу выдал? Конечно Если вы позволите Игорь Павлович Давайте, давайте Послушайте вас Я буквально Дело в том, что Это правильный вопрос, Александр Николаевич задает Совершенно справедливый И у меня были Серии работ Посвященных разрывным Граничным условиям Бахея Не только температуры, но и другие И у нас была Некоторая, так сказать Дискуссия С Тирским на то время У него была идея Что все Можно описать По крайней части разрыва Параболизованными Уравнениями на верху Но Наш анализ показал Что вблизи разрыва Бахея реализуется режим Который не описывается на верху Бахея На масштабах Ну Сравним Там Вообще Уравнение Вот И Самое главное Что Вот эти вот Вложенные области Как Подрешки Они Не влияют На большую зону На размеры Порядка Единицы А то что происходит Внутри Ну Это действительно Требует Отдельного анализа Хотя Я повторяю Внешне Похоже На Внутри На основу Ну И Было Сморбулеров Это Спасибо Ответ вам удовлетворены. Хотя добавили, что вопрос непростой и над ним, конечно, еще есть куда двигаться. У меня был вот такой вопрос к вам. Как физически ваше численное решение сказывалось взаимное влияние альдоминического потока и тонкой уплокопластины? Узаимное влияние. Вы решили, сказывалось это или нет? Это вопрос по альдоминическому потоку. Ну, к сложению в этой работе я смотрел только некоторые глазные моды и не смотрел в этом надействии именно между пластиной и потоком. Понятно, да. Понятно. Понятно. Еще будут вопросы, коллеги? Не будут вопросов. Спасибо. Хорошо. Сейчас. Следуем дальше. Следуем дальше. Так. Ну, во-первых, дискуссия должна быть, да? Вот. Кто желает выступить в дискуссии, уважаемую коллеги, прошу выступать. Ну, для начала я могу сказать несколько слов, потом, может быть, у кого-то еще появится. Работа, без сомнения, является актуальной. Сама постановка задачи очень интересная. И она, вот, в дальнейшем чувствуется, что будет ее продолжение. Вот, решение таких связанных задач, вот, вязкий, невязкий поток, упругая, тонкая оболочка. Кстати, оболочка может быть не только тонкой, вот, особенно композицированной. Эта задача, конечно, вот, ну, нужно иметь определенные, я бы сказал, даже с ним, чтобы их решать. Эта задача интересная, очень непростая. И то, что я их увидел, меня, в общем-то, обрадовало. И меня всегда, вот, вот, меня всегда, вот, вот, немного капельшую, целую фразу, когда говорят, вот, работа закончена. Она, в некотором смысле, закончена, она имеет очень интересное продолжение. Вот это вот тоже одна из главных ценностей робота. То есть, постановка задачи очень интересная. И я, конечно, буду голосовать, однозначно, за присуждение. В общем, за все. Прошу, коллеги, если у кого есть еще желание выступить, что-то сказать. Можно ли я ей подскажу несколько? Ну, вот, поскольку я вопросы задавал, то, должен сказать, что, в целом, мне работа очень понравилась. И тоже, мне кажется, что она интересна. И интересна, и интересна, прежде всего, тем, что она открывает поле деятельности для дальнейшего развития постановок. Вот этот эффект, когда, так сказать, через пограничный слой передается возмущение и давление вверх по потоку, а значит, и вот целый спектр задач можно решать. Вот, когда температурный парк обменяется, скажем, да, и это влияет, в свою очередь, на распределение давлений, а это, в свою очередь, на плату. То есть, тут, эта работа может быть началом, ну, скажем, докторской диссертации в дальнейшем на этой теме. Поэтому, мне кажется, что, вполне, эта работа заслуживает присуждения степени кандидата из МАК-наук, и буду голосовать за это. Готов поддержать эту идею. Готов поддержать эту идею. Иван Владимирович, я вас поднимаю. Белослово, да. Ну, кандидатская диссертационная работа, она является какой-то, действительно, неквалификационной работой, которой демонстрирует будущий уровень и глубина погружения диссертанта, тему, которую он представляет и так далее. И здесь, вот, как бы, решается теоретическая, в общем-то, задача, или задача, набор задач. И диссертанок видно, что хорошо разобрался его, в первую очередь, про синтетических постановок, в исследовательских методах. Ну, и, кто немаловатно, я могу подчеркнуть, что, ну, Игорь Иванович нас известный в теоретиках в самых различных областях, но, действительно, как и его сказал руководитель, диссертант неплохо разобрал это. И в численных методах квалифицированные применил. Это, фактически, это, можно считать, что самостоятельная часть полностью работы. Это тоже отражает его уровень квалификации и вполне характеризует то, что он соответствует уровню его квалификации, уровню кандидата физико-математических наук. Поэтому, я считаю, что, несмотря на целое, это, конечно, замечание. И, чтобы приобрести это существенно, тем не менее, работа заслуживает высокой оценки и сам диссертанок заслуживает приспособление ученой степени кандидата физико-математических наук. И я тоже буду задавать за... Спасибо, Игорь Дарькович. Спасибо. Коллеги, еще будут выступления? Дискурсии? Ну, хорошо. Значит, давай дискурсии, считаю, закончены. Заключительное слово дается в СССР. Заключительное слово дается в СССР. Хочу выразить глубокую благодарность моему научному руководителю, члену корреспонденту Уран, профессору Липатову Игорю Ивановичу, за предоставленную возможность заниматься научной деятельностью и всестороннюю помощь, оказанную в рамках данной диссертации. Благодарю Александра Андреевича Выкова за то, что вы помогли мне подготовить документы к защите диссертации. Благодарю председателя и членов диссертационных совета, внешних прецедентов и рецидентов ИТПМ СУРАН за то, что вы прочитали мою диссертацию и написали качественные отзывы на мою диссертационную работу. Благодарю Руслана за то, что вы помогли мне. Руслана, у нас есть важная формальная часть. Нам необходимо избрать счетную комиссию в составе трех человек. Но поскольку у нас здесь в Бочном Валенте сидит членов комиссии членов диссерента немного, то не возражайте, если я попрошу себя избрать председателя такой комиссии. Ну и еще попрошу двух членов заочной, так сказать, тоже в принятии участия в этой комиссии. Александр Евгеньевич Луцкого и Александр Николаевич Осипцов, если я предложу. В общем, если понадобится только моя поспись негальная, то меня трудно найти. Давайте Виктору Феликсовичу попьем. Как у него не будет вооружения? Микрофон. Виктор Феликсович, у вас... У меня тоже проблема будет с подписами, я сегодня уезжаю. Уже у меня отпуск начинается в середине. Я успею. Я поймаю. Когда вы... Вот Александр Андреевич говорит, что он вас поймает до этого времени. Да. Вот. Ну... И до этого после. Какого до этого времени? Я вот здесь... После, после. После. После 5-го числа. Все, все, нормально. Все. Александр Андреевич... А в день день. А потом я опять уезжаю. А. Ну, я не угрожаю, пожалуйста. Я... Значит, есть мобильный телефон, и Александр Андреевич там свяжется. За один день, я думаю, можно сделать очень много. Я понял. Я понял. Я понял. Я понял. Я понял. Я понял. Сейчас нужно проголосовать. Было дано предложенные кандидатуры. Игорь Борисович Петров, Гопьевцев Виктор Феликсович и... Луцкий Александр... Александр Ильич. Александр Ильич. Голосуем поднятием руки. Прямо на камеру. Да, вот как... Все ли согласны с такой счетной комиссией? Все. Единогласно. Теперь, в качестве председателя предлагается... Петров Игорь Борисович, деваться некуда. Все ли согласны в качестве председателя с счетной комиссией... Выборки... Да. Поднимите, пожалуйста, руки, кто согласен. Все. Все. Все поняли руки. Отлично. Теперь переходим, собственно, к оправлению голосования. Что я сейчас сделаю? У меня есть... Не только бюллетени. Нет. У меня есть... А... И протокол здесь есть. И протокол здесь есть. Протокол все есть. Но главное... У меня есть бумажка опечатана. Эту бумажку Гермариса исправимент подписывает. Держите. Да, где хотите. Теперь, у нас есть прозрачный ящик. Прозрачный. Я его опечатываю на камеру. Там все хорошо видно, можно будет сделать. Да. Ящик у нас опечатан. То есть, вот, на камеру ящик является пустым. Теперь, что мы делаем? Сейчас мы вынуждены попросить удалиться не членов диссертационного совета. И выключить не членов. Вот. На некоторое время удалиться. То есть, Вам немножко подождать. Вот. Соискатели тоже удалиться. Вы что листы? Да. Скажи пару слов. Что? Для проверки. Скажи пару слов. Раз, раз. Все. Общий чат отключен. Общий чат отключен теперь. Отлично. Руслан, давай. Отлично. Толикой не убегай. Нет. Давай так. Вам спроси. Хорошо видно? Вам хорошо видно, допустим, билетей? Да. Ну, тут бы достаточно хорошо. Вот. На камеру. Можешь ближе подойти. Либо давай я сделаю вот так вот. Я сделаю вот так вот. Камеру. Да. Все. Билетей видит. Отлично. Все. Билетей видит. Да. Сейчас начнется открытая часть. То есть нужно будет проголосовать за протокол и прием заключения и ну, некоторые, но открытая часть. Повторить и есть что-то в церкви. Да. Ага. И здесь это не сложно. Подключите, пожалуйста, протокол. Так. Вот. Он сразу, там он заходит. Сейчас будем голосовать и нужно отрождать от протокола. Ага. Прямо. Замечательно. Ага. Руслан. Включите, пожалуйста, лучше сейчас. Вы же еще раз расскажете мне, я хотел бы, о решении своей комиссии, да? Да, нет, мы должны зачитать решение, потом принять протокол и... Ну-ка, давай, скажи мне пару слов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, и зачитывайте... Зачитывайте, потом... Так, ну, уважаемые коллеги, значит, счетная комиссия провела свое заседание... Так, ну, счетную комиссию сначала, да, защитную... Значит, состав счетной комиссии... Председатель Петров Игорь Борисович, учение счетной комиссии... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подписи, полученные в рабочем подписье. Теперь нужно поголосовать на принятие. Теперь нам нужно принять этот протокол. Счетная комиссия. За 4 еще подпись. Так, ну вернее, голосую для аксессуационного совета. Я выношу на голосование вопрос о принятии протокола счетной комиссии. Кто за принятие протокола? Поднимите руки, пожалуйста. Так, проголосование единогласно. Хорошо, теперь нужно зачитать уже протокол работы. Я уже поставлю постановление нашего совета по поводу нашего работы. Протокол заседания и рационного совета. Подрешите диссертацию вам, вам, как ясно. Присутствует 5 членов совета из 5. По словению, на основании результатов тайны диссертационного совета диссертационного совета за 5 против нет, действительной бюджетной нет, считали, что представленная диссертационная работа соответствует требованию положения о преследовании ученой степени кандидата наук РФТ и присудить ее автору РФТ, ученой степени кандидата физико-математическому по специальности 010205, механика жидкости и газа. В прописи председателя Семьеха Петрова, ученой степени 5, БТО. Пожалуйста, за принятие проголосовать. Так, теперь, значит, нам осталось проголосовать за принятие данного протокола. Кто за, прошу поднять руки. Единый класс, значит, мы посередаем их ученой степени. Значит, так, но сейчас еще не всего. Это еще не всего. Пока не поздравляю. Надо сначала все разделить. Теперь заключение. Ну, заключение у всех было. Есть ли по нему какие-то предложения, замечания, вопросы и так далее? Глубно у меня было соображение, что если там в заключении есть слово «установки», надо их поменять на «подстановки». Это вопросом нет, я думаю, что Александр Зависович справится. Да, но только вот подпись надо. Вы примите проголосование за принятие. Да, да, да. Так, а вот подпись можно. Да. Так. Пожалуйста, пожалуйста. Так, есть ли другие предложения? Есть ли еще замечания к этому, к проекту заключения? Тогда предлагаю вынести на голосование вопрос о принятии заключения заседания диссертационного совета по факту 0.1, 0.2, 0.5, 0.0, 0.2. Кто за принятие этого заключения? Поднимите руки, пожалуйста. Так. Единогласно. Все, значит, и так. Вот теперь все наши формальные, но важные вещи закончены. И мы можем нашим снискателям поздравить с присуждением учебной степени кандидата в физико-математическую науку. Я также хотел поздравить его, что руководитель Игоря Ивановича, которого сейчас... Игорь Иванович, меня слышите? Да, спасибо большое. Да, более того, Игорь Иванович, еще приватную фразу хочу сказать. Тема эта меня интересует. Я бы с вами по проводному телефону хотел бы пополнить эту тему. Да, конечно, Игорь Иванович. Хорошо. Ну, поздравляю вас. Поздравляю вас. Спасибо, Игорь Иванович. Я благодарю всех членов диссертационного центра, что все собрались. Все, как надо, проработали. И, так, единственное, что Александр Евгеньевич, мне по поводу вашего договора надо будет в понятенях с вами созвониться. Давайте созвонимся. Александр Андреевич, я, в основном, я его буду в институте. Хорошо. Хорошо. И в отношении подписи можно подвесок, и подписи я имею в виду с черной коней, или там кто-нибудь еще требует. Да. Хорошо. Давайте с вами поговорим, что вам в том, если можно хорошо сделать. Хорошо. Все. Спасибо большое. Ну, в общем-то, можно отключаться. То есть, как бы, покормить удаленно мы вас не можем, к сожалению. Ненавидь, не покормить ничего. Банкет удаленный. Да, да, да. Банкет удаленный, да. Все. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. Все. Да, вы качайте, конечно. Ну, что ж, конечно. Все. Вы на заплате, и вам нужно в том одежде. Да, нет. Ну, поздравляю вас еще раз. Да, что успехов, надеюсь. Да, успехов, надеюсь. Да. Что у меня тут?